Всем привет! Обычно в кадре я не появляюсь, но сегодня я решила сделать исключение и рассказать вам немного о себе, о своей семье и о проекте The Best Kids D. Так что убедитесь, что вы подписаны на канал The Best Kids D и нажали колокольчик. Мне будет очень приятно. Ну и тем самым я пойму, стоит ли мне вообще появляться в кадре или лучше этого не делать. Ну что, давайте знакомиться? Меня зовут Валерия. Я мама двух малышей, 4 и 2 лет. Мы мультинациональная семья и разговариваем на 4 языках. В данный момент мы живем в Германии, в Мюнхене. И трепетно и с большим уважением относимся как к традициям и культурам наших предков, так и страны, в которой мы живем. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы проявить эту любовь и уважение наших детям. Кстати, наши родные и близкие живут далеко от нас, буквально разбросаны по всему миру. И вот представьте, уже год, нет, уже больше года у нас нет возможности с ними встретиться. Но, думаю, мы не одни такие. Если у вас похожая ситуация, поделитесь, как с этим справляетесь вы. А чуть позже вы узнаете, что придумала я. В начале пандемии, а именно в мае 2020 года, я решила создать этот YouTube-канал. И основная его цель была развлечь детей во время карантина, так как нам с мужем приходилось много работать и читать постоянно любимые книги детям было просто невозможно. И что сделала я? Я начала снимать коротенькие видеоистории и видеосказки. И мои дети с большим удовольствием стали смотреть их и слушать мой голос. А как только появилась возможность хоть немного путешествовать, даже здесь, в Баварии, мы стали выкладывать на наш канал еще и видеопутешествия. Так что наши родственники и друзья смогли совершать виртуальные поездки вместе с нами. Здорово, правда? Так вот, канал стал развиваться, стал расти и появились первые подписчики и даже первый хейтер. И вот, друзья, когда вас, подписавшихся на этот канал, стало уже больше тысячи, я ощутила колоссальную ответственность. И я начала учиться производить качественный и интересный контент. Я просмотрела тысячу роликов о создании видео, о монтаже, о использовании специальных программ, стикеров. И даже я записалась на курс Друг Ютуба. И тут я должна признаться, это совершенно другая стихия для меня. Совершенно другие знания, совершенно другое направление. Начиная от создания обложки для видео и заканчивая анимацией Final Cut. Мне пришлось даже делать домашку. У меня был очень строгий куратор. Но, должна сказать, куратору тоже не пришлось особенно расслабляться, потому что я буквально атаковала своими вопросами, расспросами и просьбами. Должна сказать, я очень довольна. Вообще, мне очень повезло. Во-первых, с куратором. Всегда полные развернутые комментарии. Во-вторых, второе, и это был абсолютный хайлайт. Одно из моих видео было онлайн разобрано Максимом буквально по полочкам. В-третьих, это объем знаний, которые я получила за два месяца. Это незапоставимо. Все было упорядочено, четко сформулировано и в одном источнике. В общем, это замечательно. Третий, нет, это уже четвертый пункт. Я поняла, где мои ошибки и как двигаться дальше. И в-пятых, я познакомилась с потрясающими, интересными, креативными людьми. И это в непростое для всех время, в период пандемии. Так что мне хочется сказать большое спасибо всей команде, друг Ютьюба и, конечно же, участникам. Ребята, вы молодцы! Кстати, заметны какие-либо изменения на канале? Плюссаните, пожалуйста, в комментариях, если вы увидели улучшение. Спасибо! Вообще, у меня сложилось впечатление, что у организаторов курса «Друг Ютьюба» цель не просто просветить таких новичков, как я, а поднять уровень русскоязычного Ютьюба, вывести его совершенно на другую ступень, сделать его более динамичным, ярким и конкурирующим с англоязычным Ютьюбом. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так что, если вы раздумываете, принимать ли участие в курсах «Друг Ютьюба», очень рекомендую. А поверьте мне, у меня достаточно солидный опыт в онлайн-обучении. В 2019 году я даже прошла онлайн-обучение в Харварде. Так что, мне есть с чем сравнивать. Друзья, у меня очень большие планы, очень много задумок, и я очень надеюсь, что все смогу реализовать. А если вы мне поможете и дадите короткую обратную связь на это видео, вы меня сделаете мега счастливой. И это будет самой большой мотивацией развивать и дальше канал The Best Kids Deed. Спасибо большое, что смотрите нас. А если вы еще не подписались, то, надеюсь, после этого видео вы точно это сделаете. Пока-пока! Так что, вот уже больше одного года, я не могу сказать вам, немного о себе, оставайтесь в стороне. Честно говоря, напряглась, честно говоря, мне пришлось напрячь. Большое? До новых встреч! Пока! Продолжение следует...